ПОПУТЧИК ПОПУТЧИК Феррари Челлендж появился относительно недавно, в миллениум, в 2000 году. И что за явление, почему интересно тебе, почему ты сконцентрировался именно на этих гонках сейчас? Ну, добрый день, дорогие телезрители, любители автомобилей, автоспорта. Феррари Челлендж, гонки, которые наиболее доступны для людей, кто прошел начальный уровень спортивного мастерства. по тому фактору, что они относительно недорогие. И очень мощный автомобиль, 500 лошадиных сил, все гонщики находятся в одинаковых условиях, и у всех они одинаковые, стандартные с завода. И при небольшом бюджете ты имеешь возможность ехать с очень быстрыми автомобилями в гонке, масса участников, масса соперников, и плюс получать для себя большое удовольствие. Звучит как-то, чисто говоря, шокирующе. Для любого человека, Феррари и дешево, вот эти два понятия рядом с сознанием простого обывателя, ну, никак не складывается. Понятно, что речь идет о спортивных автомобилях. Я думаю, сейчас назвать стоимость, допустим, заряженного автомобиля ВАЗ-2108 для чемпионата России, конечно, многие удивятся. Но неужели это действительно, если все посчитать, просчитать всю историю, доступно? Если считать относительно российского чемпионата, в котором, в российских гонах, в которых все меняется каждый год, в которых до середины сезона гонщики не знают этапов, где этот сезон будет заканчиваться, где в начале года команда готовит один автомобиль, а организаторы чемпионата меняют в течение сезона тех требований настолько сильно, что в конце года это будет совсем другой автомобиль. Конечно, бюджет для таких вот рода выступлений в соревнованиях, он становится немыслимым. Большие затраты, постоянные какие-то технические изменения. Команды мучаются и тратят порядка там на один автомобиль больше 100 тысяч евро. И, соответственно, выступление в России на каком-нибудь там не новеньком автомобиле «Лада Калина» выходит там, ну, больше сотки. А любой европейский чемпионат, ну, скажем, мой, который два года уже выступаю, «Феррари Челлендж», он спланирован заранее. И ты знаешь, что вот этот твой бюджет в 100 тысяч евро, он не увеличится к концу сезона, и ты ровно на свои деньги получишь то удовольствие, и там завоюешь свои награды и все, что ты достоин. И плюс будешь иметь нормальный пиар, нормальное освещение в Европе, на евроспорте, там, в новостных каналах европейских. Поэтому затраты намного выше, как бы отдача от затрат намного выше, чем это происходит в жизни в России. Если говорить о самой серии, вот такую серию, я просто много слышал о организации, в том числе в прошлом году, мы плотно освещали ваше выступление, да, о том, что все организовано так, как должно быть. То есть нет там боксов у каждой команды, как это принято. Все в большом ангаре, централизованная поставка запчастей, нет возможности где-то подмухлевать, что-то, какие-то секреты утаить, потому что все машины ремонтируются, готовятся вместе. И что действительно борьба пилотов, а не техники, не автомобили. Так ли это? Да, безусловно, но в любом спорте, то есть основное правило, как бы из бакон веков образовавшееся в спорте, что такой негласный закон, кто не хочет, кто не пытается обойти технические требования, тот не хочет победить. И, конечно, в Феррари-челленджи, где все моно-моно-моно, одни моторы, одни болты, одни гайки для всех, конечно, так или иначе все мухлюют. Но это не то, что в Феррари приладили двигатель от Шевроле. И вот вещи, которые буквально там не тот воздух закачан в колеса, то есть перед выходом на старт команда закачивает там больше азотов шины. И какие-то вещи, которые, в принципе, они находятся в рамках требований, но это тонкости, хитрости, которые опытным командам с годами как бы постижимы. Поэтому мухлюют очень сильно, но наибольшее количество мухляжа, конечно, у лидеров, у команд, которые долгие годы этим занимают. Которые справляются. У вас было два года, сейчас у вас, по-моему, шестая позиция в этом сезоне 2009 года. Как с мухляжом? То есть все-таки постигаете постепенно? Да, ну как бы все вещи уже давно понятны. Есть некоторые нюансы у команды с точки зрения инженеров. У нас недоработки именно по настройкам машин. Нету серьезного инженерного опыта для настройки Феррари под европейские трассы. Из-за того, что небольшое количество тестов, шины очень дорогие, вещи, которые нас ограничивают. Но мы боремся. И на последней гонке я был третьим. Но, к сожалению, после финиша меня дисквалифицировали. Весь год у меня, к сожалению, такой по разным причинам. Мы уже на подиуме. Все нормально, все настроили. В лидирующей группе, но пока не лидеры. Расскажите немножечко о команде. Дело в том, что вообще в Феррари Челлендж есть два зачета. Один условно можно отнести к ПРО. Это кубок Пирелли. А второй Шелл – это для непрофессиональных спортсменов, которые выступают на таких же автомобилях, по тем же трассам. Имеют возможность прикоснуться к тому действию, которое называется Феррари Челлендж. Насколько велика разница, кто в вашей команде едет в Пирелли? Кроме вас, кто едет в Шелл? Насколько вы перекрываете все эти зачеты? Мы находимся сейчас в команде. Сейчас два гонщика. Я и Илья Буренко в кубке Пирелли выступаем. В кубок Шелл в этом году мы никого не выставляем. Украинские ребята, которые в том году выступали с нами, сейчас на Украине кризис жесточайший. Нету средств абсолютно. Поэтому машина стоит готовая, но они не могут, не имеют возможности приехать участвовать в чемпионате. Мы вдвоем в Пирелли и друг другу помогаем. Там, скажем, бывают моменты, когда в квалификации один другого пропускает на быстром круге и прикрывает соперников, мешается в квалификации соперникам не показать им время дабы. Поэтому двое и нам достаточно комфортно. Мы постоянно пятый-шестой, все время рядом. И это помогает набирать какие-то очки в чемпионат. Хотелось бы еще немножко услышать об автомобилях. У тебя колоссальный опыт участия в самых разных гонках. Мы еще потом поговорим. Это же и Дакар, и длинные гонки, и наш трек, который ты гоняешь до сих пор. Вот чем машина Феррари хороша? Вот именно Феррари Челлендж хороша. В чем преимущество? Я слышал такое мнение, опять же, от тебя, от твоих коллег, что одно из главных качеств, как ни странно, ремонтопригодность, что она на поверку оказалась не сложнее «Жигули». И даже у вас был прецедент в прошлом сезоне, когда вы разбитую в хуа-машину установили буквально за ночь. Что это за история? Ну, скажем, история с разбитым автомобилем в Дрыск. Это на трассе в том году на мировом финале. В субботней гонке я вылетел в стену и полностью загнул переднюю часть автомобиля. Как бы машина стала бананом изогнута. Переднюю и заднюю часть об барьер ударился так хлыстом. То есть это был финал и ехал на все деньги? Да, ну, как бы, да, последняя гонка, ну, предпоследняя. То есть одна гонка в субботу, одна в воскресенье. То есть в европейском финале я разбил машину, а надо было в мировой финал выставить машину. И, то есть когда «Феррари», она внешне кажется очень сложным автомобилем, поскольку очень большое количество декоративных элементов, которые прикрывают всю, как бы, конструкцию внутреннего автомобиля. Когда все это снимается, все пластиковые панели, бампера, воздухозаборники различные, автомобиль оказывается простым, как бы, остовым каркасом, который буквально шинкуется, отрезается одна часть, берется со склада, с официального «Феррари» склада эта деталь, прикладывается, даже без стапеля, все приваривается на место, и автомобиль становится абсолютно практически новым. Это не влияет на его конструктивную жесткость, целостность. Здесь настолько все продумано. Все продумано, и, как бы, основа автомобиля, как бы, спортивная. Он, в первую очередь, любой «Феррари» автомобиль продумывается с точки зрения спорта и все спортивные достижения. А в спорте самое важное, это, конечно, ремонтнопригодность. Вот, поэтому уже изначально все заложено для нас, для спортсменов. Кто восстанавливал? Это наши гоночные инженеры-механики, или все-таки ты пользуешься услугами итальянцев, европейцев? Да, и порой сам беру в руки сварочные аппараты, сам варю. Вот, когда действительно оврал, вся команда работает. Европейцы, у них немного другое. В таких экстренных ситуациях, как у нас была в тот раз, подход европейцев, он однозначен, что все, машина списана, покупайте новую. Ну и понятно, то есть организаторы заинтересованы увеличивать продажи этих автомобилей. И когда увидели, что мы все работаем, и механики, инженеры, и там, пиар-менеджеры, и Васильев, и все варят, пилят, кто-то за продуктами едет, чтобы накормить, командовать, и ночные работы там, все участвуют в процессе. Конечно, для них это кажется подвигом, а для нас обычное дело, как бы выручая друга, надо ехать в гонку. Вот, поэтому команда, главное, когда есть команда, решаются все проблемы. По команде, вот костяк команды сегодня, хотелось бы обсудить, вот опять же, гоночных инженеров, у тебя был большой опыт, например, работать с тем же Петром Муховым, да? Михаил Муховым. Михаил, прошу прощения, конечно же. Ну, он не был инженером у нас в команде, он был, он помогал Илье Буренко, и мы отказались от его помощи, услуг. Ну, в свое время вы неплохо поработали, кто еще занимается вот с такой ключевой позиции? Сергей, то есть у нас сейчас основной инженер по работе с машинами, это Сергей Груздев, который в обычной жизни здесь, в России, является мастером на станции Бентли, Бентли Россия. Вот он главный по техническим всем делам, по работе с этими автомобилями. Но до этого он проработал долгие годы на станции Феррари и знает все нюансы автомобиля. А поскольку он уже в команде несколько лет, он уже набрался некоторого опыта инженерного с принципа настройки Феррари под разные трассы, поэтому помимо технической составляющей, что он прекрасно знает автомобиль до винтика, он еще и научился работать с телеметрией и со всем остальным. Вот, ну, собственно, сейчас уже мы и результат, что мы едем намного быстрее, чем год назад. — Несколько вопросов по самой серии. Вообще, Феррари Челлендж в мире представлены у нас, конечно же, в США, такая серия отдельная, самый крупный авторынок мира должен был себе позволить такую серию, естественно, и организовать. Конечно же, Италия, как родина автомобилей, да, и европейский чемпионат. Вот это три основных чемпионата. В этом году, насколько я понимаю, итальянцы из-за кризиса решили совместить свой чемпионат с европейским. — Да. Те этапы, когда мы вместе, мы едем вместе в одном заезде. Но два этапа у них не попадают. Они не едут в Барно в Чехии, они не едут в Португалии и еще где-то. Ну, вот хотелось бы в связи с этим вопрос. Какова динамика серии? Я почему спрашиваю? Сейчас у нас вообще конюшня Феррари представлена, конечно же, в КРС-м гласе Формула-1, где она самая первая официальная чемпионата, да? И вот с Феррари Челлендж, собственно, серия с 2000 года. Но сейчас, вот из-за непонятных, в общем-то, настроений к самой конюшне, у них кризис, вплоть ходят разговоры до отказа Феррари выступления в Формуле-1. Соответственно, останется единственная серия, которую носит Феррари. Феррари Челлендж по-любому останется, поскольку это, то есть, фабрика Феррари получает, на мой взгляд, основной свой, как бы, доход от создания вот этого закрытого клана владельцев Феррари, в который входят, конечно же, мировые олигархи. И в основном, то есть, это не массовый автомобиль, завод не получает больших дивидендов от продажи этих автомобилей, там, 300 автомобилей в год продав, там, ну, 500 автомобилей в год продав, много денег не зарабатывают. Бюджет F1 команды, там, под полмиллиарда, вот, и плюс содержание большого штата людей, ну, в общем, самого завода, расходы очень большие у фабрики. Но благодаря тому, что это закрытый клан, за то, что все хотят иметь жеребца у себя на одежде, вот, очень много реально инвесторов, друзей, спонсоров, кто дает деньги просто, там, после сезона за 3 миллиона евро легко покупают автомобиль F1 себе в коллекцию, просто, чтобы он стоял, чтобы показать своим друзьям, что у него такой автомобиль есть. С машиной Феррари Чейн что-нибудь, похоже, происходит? Ну, это более, как бы, такой, как бы, утилитарный автомобиль, он гонка бьется, и он сильно покалечен, и после чемпионата Феррари Челлендж, он нужен только, может, там, в какой-нибудь национальный чемпионат. Вот, ну, и, соответственно, Феррари Челлендж, он проходит внутри ивента, когда собираются все олигархи, слетаются на вертолетах, и на этих своих автомобилях Феррари получают удовольствие на автодромах. Ну, это не в Шелле. Это в Шелле, и для них гонка своя, владельцев автомобилей F1. Вот, там, 30-40 автомобилей прошлых Лехт Феррари с людьми пожилого возраста за рулем носятся по автодрому. Какой-то там у них кубок между собой разыгрывается. Вот, но вот этот ивент, он очень важен для самой фабрики, потому что это место, где реальные инвесторы и реальные владельцы денег мировых помогают фабрике жить, и, собственно, зачастую на эти деньги Райканин и Масса выступают в чемпионате F1. Вот, поэтому эта гонка будет. С другой стороны, у них здорово получается, ведь с точки зрения спорта, вот мы второй раз сегодня об этом говорим, что по организации, по количеству пилотов, по зачетам, в конце концов, по географии, чуть ли не идеальная серия, да? Если мы возьмем какие-то другие чемпионаты кольцевые. Есть у Porsche, есть у Porsche похожая история, но оценка автомобиля Porsche немного ниже. То есть, чемпионат Ferrari Challenge, он так более элитарен. Но принцип построения, конечно, существует и у других марок. То же самое пробовал Aston Martin сделать. То же самое. Ну, вот два основных чемпионата моносерии топ-уровня, это кубок Porsche и Ferrari Challenge. Ну, в кубке Porsche, как мы знаем, на нашем канале эта история очень сильно освещалась. Один из наших комментаторов, Олег Кисельман, принимал участие. Вот мы эту тоже историю показывали. Вот у него были своего рода проблемы именно с командой. Дело в том, что там обслуженно занимались немецкие инженеры, да? И помнится, Олег дебютировал с безумным результатом. Он отыграл 22 позиции в первой гонке. Но вот часто, очень часто было сложно найти взаимопонимание. И именно была проблема в настройках автомобилей. Хотя все делали немцы, которые живут на этих трассах, которые знают эти свои автомобили досконально. Вот именно сработаться с пилотом, потому что когда они попадали, Олег выстреливал, да? Когда вот что-то с настройками автомобиля, сразу результаты были совершенно другие. Причем две гонки уикенда, разные результаты. Что-то настроили, человек едет. Что-то вот не так, это сразу видно. И вот, ну, к сожалению, в этом году Олег не участвует. Там, опять же, наверное, сказался финансовый кризис. Вот. Ну, вы наверняка с ним хорошо знакомы. Вот как тебе кубок Porsche и Ferrari Challenge? Ты сделал для себя выбор именно, основываясь на марках автомобиля, потому что у тебя за плечами Fiat GT, да? Я выступал на Porsche, и там был от компании Porsche выбран там в числе 12 лучших пилотов Porsche 2004 года. То есть там на заводе мне Porsche Motorsport вручали мне денежный приз, кубок, еще что-то. В общем, там типа входил в лидеры Porsche-драйверов мировых. Но та история закончилась теперь. После этого у меня началась, после Fiat GT, началась история с Ferrari, с 550-й Maranello, с ProDrive, с Converse Bank. И, собственно, я понял, что для меня ближе по моему гоночному мастерству автомобиль Ferrari, нежели Porsche. Он более спортивный, он более острый. Он, в конце концов, работает двигатель по-другому. Другие обороты, другой звук мотора. И его намного приятнее ощущать, чем Porsche. А по Олегу, я хочу сказать, просто у Олега, очевидно, не было возможности ездить тесты, тренировки перед этапами. Я думаю, что он был ограничен в бюджете очень сильно. И команда немецкая, конечно, они делали ему все самое лучшее. Ну, то есть, все как у соперника. Просто Олег не мог, на мой взгляд, этим воспользоваться, потому что все эти изменения без тестов, без тренировок, они ни к чему не приводят. И когда машины на стройке меняются в гонку, как правило, это ничего не дает. А все выстрелы – это случайное истечение обстоятельств или эмоциональное состояние гонщика. Не другое от одной гонки, где у него все плохо, в следующую гонку он со старта почувствовал другое настроение и помчался. У вас как с тестами? Вот все-таки, опять же, Европа далеко, мы здесь, вам хватает? Да, но у нас команда же, база команды в Германии. Команда наша, русская, все наша собственность. Но мы летаем. Слава богу, сейчас билеты стали дешевые. 200 евро на человека, один билет туда-обратно. Прилетели во Франкфурт, поехали на базу, загрузились в фуру, приехали на тесты, откатались. Тоже, конечно, не дешевое удовольствие. Команда большая, все надо, колеса, аренда автодрома на день порядка 4 тысяч евро. Ну и так набегает, что каждый тест где-то тысяч в 15 евро обходится команде. Все-таки это большие деньги. Но результат, конечно, сразу сказывается. Ты едешь после дня тестов на автодроме, когда с 9 до 12 ты не вылазишь из-за руля, потом пообедал и снова с 2 до 6 вечера опять не вылазишь из-за руля. Ты за день проезжаешь такое количество километров на этом автодроме, что знаешь его все мелочи, все тонкости, и машина настраивается идеально. Ну, мы уже видим результаты. Осталась еще фактически половина чемпионата. Вот какие-то прогнозы можно сделать? Уже подобрался к Пьедеставу. Сейчас все нормально. То есть, ну, дальше у меня в чемпионате автодром Поль-Рикар. В начале июля Франция. Этот автодром я очень хорошо знаю. Несколько раз был там на подиуме, и в Лиман-Серии, и в Челленджи. Потом после этого у нас будет Брно в Чехии. Там я, ну, этот автодром очень хорошо знаю, тоже много раз там выступал. Наверное, раз 10 уже был в Брно на гонках. Вот, пока, к сожалению, не было подиумов, но в лидирующей группе был. И в Fio GT ехал первым в абсолютном зачете там долгое время. Вот, все автодромы. Ну, как это не шанс? Вот, если у команды установки, когда уже работают на победу, вот вам еще все-таки нужен, наверное, год, потому что половина сезона прошла, очень много вот этих вот... Победа в чемпионате, конечно, очень сложная, конечно, мы на нее не рассчитываем. Победа в этапах. В этапах пока что. В этапах, да, победа в этапах. Возможности... То есть сейчас мы перешли еще одну проблему для себя, нас уже дисквалифицировали. Теперь в дальнейшем организаторы должны быть к нам благосклонны. Вот такого уже не будет. Как правило, все команды в период своей... Начало своей жизни в чемпионате... Проходят это, да? Проходят через угрозы, через дисквалификации, через чего только... Почему? Боятся или все-таки действительно вы немножечко нарушаете, слишком агрессивно действуете? Нет. Как бы... Ну, как правило, не любят новичков. Вот. Но мы уже второй год, как бы, уже... Уже видят, что мы быстро едем. Я думаю, сейчас как бы пытаются нас так чуть приструнить, чтобы мы сильно не борзели. Вот. Ну, нормально. То есть всех дисквалифицировали, кого я видел. И чехов, и кого только не дисквалифицировали. Теперь нас это... Мы через это прошли. Нам это дополнит дополнительное удовольствие, что... Ну, то есть уверенность в себе, что мы как бы... Нас уже наказали, в дальнейшем этого не будет. Еще один вопрос. Все-таки Ferrari Challenge такая вот европейская, американская история для наших, вот для зрителей, для гонщиков, наверное, немножко далековато. Для тех, кто вот не принимает тоже активное участие в зарубежных гонках. Может ли когда-нибудь вот этой серии стать ближе? Я к чему говорю? Принято ли в Россию? Ну, не только в Россию. Сейчас не до кого-нибудь секрет, что весь автомобильный рынок немножечко смещается на восток. Туда, где деньги, где нефть. Это Ближний Восток, это Китай. Премьера Porsche Panamera в Китае о чем-то же говорит. Соответственно, наверное, владельцев таких элитарных автомобилей будет больше именно в этих странах. Почему бы, скажем, не сделать серию стран ШОС? Вот недавно в Екатеринбурге был президент, был договор у них подписан. Громадные товарообороты. Россия, Китай. И вот Ferrari Challenge, стран ШОС, наверняка, какие-то этапы проходили бы в России. Наверняка в Китае, слава богу, есть и трассы у них. Ну, из тех стран, которые входят в эту организацию, автодромом обладает только Китай. Все остальные, к сожалению... Включая Россию. ...не могут даже дороги построить себе между городами. И в Екатеринбург прилетают на самолетах, а не на машинах из Москвы. Вот в этом проблема. Вот, конечно, дай бог, чтобы страна у нас и другие страны, окружающие нас вокруг, построили нормальные автодромы, чтобы владельцы таких автомобилей, пусть даже они и зарабатывают шальные деньги на большой нефти, имели возможность на них нормально выступать и кататься. Тогда, конечно, и фабрика Ferrari будет заинтересована в том, чтобы этот чемпионат сюда приехал. Ну, опять же, если говорить о гражданской Ferrari, в России у нас их тьма тьмущая. Да, если посмотреть... На Кутузовский проспект вечером. Да, да. И вплоть до вот этой истории, месяц назад, по-моему, была такая весть, облетела всю страну, сгорел Ferrari. Оказывается, девушка где-то на Рублевке просто не знала, что... Женщина. Женщина. Мама. Маме сын подарил. Угу. 612-ю из Кальети. Машина уже третьего владельца сменила, и неизвестно, что в этой машине уже было. Ну, говорят, просто она ехала, так сказать, в мануале, на ручном переключении. На первой передаче, на первой передаче. На первой. Да, но... Ну, это как бы такая общая версия. Угу. Вот, Ferrari, как бы я на своей Ferrari, на спортивной, на той же самой коробке, что и в машине для улиц, порой очень долго еду на одной передаче, и ничего не происходит. Все нормально. Да. Ну, и, кстати, вот подъехав к вам в Останкино сегодня, перед центральным входом, стоит Ferrari. Угу. Как раз, по-моему, 599-я даже. Одна из самых дорогих. К сожалению, не моя. Черного цвета. К сожалению, не моя. Возвращаясь к российскому автоспорту, к перспективам. Когда вот ты профессиональный спортсмен, знаешь наш автоспорт, да, начинал, кстати, что интересно, да, предысторию, ну, наверняка все знают биографию Алексея Васильева, начинал с подвала ПТУ в Теплом Стане, где была секция картинга, еще в Советском Союзе, там же стал мастером спорта по картингу, да? То есть это не родители. По автоспорту. Тогда у меня не было прав, но я уже был мастер спорта СССР по автомобильному спорту. А можно было ездить без прав и показывать вот эту книжечку мастера спорта? У меня были еще дополнительно к этому удостоверению, были права ученика, ученические права, полученные в Дворце Пионеров. Второго класса, наверное, да? Да, что-то там класс, какие-то красные машинки были нарисованы. Это вот на Ленинских горах? На Ленинских горах. И вот с этой бумажкой, там в 15 или в 16 лет я имел право ездить по Москве. Справа должен был сидеть водитель, у кого больше двух лет стажа. И по дорогам, на которых разрешена учебная езда. То есть не по автомагистралям, не по Ленинскому проспекту, а только по второстепенному улицу. По дворам вообще-то. Да, ну, собственно, я так и ездил, и вот учился ездить на больших машинах. Так вот, говоря об этой истории, да, то есть вот люди поднимались сами, без какой-то помощи, без там пап, мам в то время. Сейчас, в настоящее время, ну, ты знаешь, в общем, всю эту историю с самого начала, и к чему мы пришли сейчас. Заявлено, что в России будет строиться вот на данный момент проект в порядке шести крупных трасс. Из-за кризиса что-то заморозило, что-то будет, что-то не будет. Вот твое мнение, как спортсмена, как профессионала. Моё мнение, то есть... Что будет? Будет, конечно, понастроиться куча трасс, но если... То есть в чём ситуация? Построили Мечкова, частные инвесторы, Шата и его там друзья. Построили автодром. Его ругают, он там недостаточно какой-то хороший. Ну, на том участке земли, что они имели возможность. Вот они могли этот участок земли застроить коттеджами и заработать миллионы. Они построили худо-бедно автодром, ну, средний между автодромом для картинга и для начинающих формул. То есть небольшой, совсем короткий, узкий, опасный во многих местах. Последние годы там ютится чемпионат, несколько чемпионатов по кольцу, чемпионат пушицы на кольце мото-бунках. Но там нету, там нету, вот уже два года там не проходит чемпионат России, там не проходят гонки, поддерживаемые Российской Автомобильной Федерацией. Потому что позиция Федерации, к сожалению, не искать как бы взаимоотношений, взаимопониманий с людьми, кто готов инвестировать в автоспорт. А враждебное, то есть и даже с гонщиками все время Федерация относится к пилотам с точки зрения мы вас построим, мы вас заставим жить по своим правилам. А эти правила зачастую они просто не соответствуют нормам жизни, то есть они маразм полный. А у Федерации есть свой автодром какой-то? Нету ничего, автодромов нету. Есть картодромы, тоже принадлежащие частным инвесторам, вот, но то есть там у нас более-менее все с картингом хорошо в российском автоспорте, потому что родители занимаются своими детьми. Но опять же за счет. И это родители богатые и картинг очень развит. А все, что выше, когда дети достигают там 16-летнего возраста, уже в картинге хватит выступать, уже надо в институт поступать, вот, и мало кто из них становится профессиональными автогонщиками. Хотя могли бы. Вот, могли бы. Был бы нормальный автодром, и Федерация имела бы как бы заинтересованность в развитии массовости автоспорта. Вот, поэтому, в общем, собственно, Мечкова живет теперь своей жизнью, зарабатывает большие деньги на аренде. Все автопроизводители проводят там тесты своих автомобилей, всякие школы, все, все, все. То есть, Мечкова себя, я так понимаю, неплохо чувствует. Вот, но новые автодромы, глядя на, новые инвесторы, глядя на ситуацию Мечкова и Российской Автомобильной Федерации, в принципе, не горят желанием строить эти трассы. Вот, дай бог появится, конечно. Волоколамск. Вот сейчас была большая презентация, прижал Кулхард, вот все показали, все снимали, говорят, уже вбухали вот в эту землю, что-то там, сколько это щебня, камней, свай, чтобы это все не плясало. Будет, не будет. Обещали чуть ли не к 2010 году запустить. Вы знаете, я считаю, что в Москве, в московском регионе, строить автодром формата Формулы-1 с привозом Кулхарда, Шумахера и там, Юрия Гагарина, смысла нету. Почему? Потому что Россия имеет, Москва, имеет, дай бог, два месяца стабильной солнечной погоды. Этап, очередной этап дождевой для чемпионата Формулы-1 не нужен. То есть, все летние месяцы, они расписаны между европейскими автодромами. Весенне-осенние месяцы, они расписаны, соответственно, между азиатскими и южным полушарием. Поэтому вклинется в этот чемпионат России не удастся однозначно. Потому что в лето все выступают в Монако и в центре Европы модно, красиво, нарядно. В Россию никто в этот период не поедет. В другое время у нас нет возможности здесь выступать на автомобилях. Мне кажется, более было бы перспективно думать о том же Сочи, о Краснодаре, о Ростове-на-Дону, о тех южных регионах страны, которые, в принципе, богаты, где много зрителей, где много людей и даже при Кавказской республике в принципе это та территория, где можно было бы развивать действительно серьезный мировой автоспорт. А есть какие-то идеи? Кто-то предлагал строить? Я, например, знаю, что недавно была история хотели привести этап мира по мотокроссу и провести его именно в Краснодарском крае. Но вот в этом году, опять же, наверное, из-за кризиса эта история как-то замялась. В этом году должен был быть этап чемпионата мира, там, МХС-1, МХС-2, Краснодарский край. Ну, для мотокросса, для классического не нужна трасса, там, какие-то холмы, поле. Главное, чтобы приехали участники, чтобы всех разместили, там, освещение. Все это было готово, собственно, да, вот мировой уровень. Ну, это, конечно, мотокросс, это все-таки даже не там мотоджипи, даже не вершина мотоциклетного чемпионата. Про автогонки гораздо сложнее, нужно что-то строить. А есть какие-то проекты, предложения? То есть, ну, в нашем чемпионате выступает один, ну, не в чемпионате, а в уикенде с нами, на автомобиле Формулы-1, владельцем Формулы-1 является один из российских граждан. Валентин, достаточно такой положительный русский олигарх. Он один из больших, один из владельцев самого большого стада коней для бегов или там для скачек. В общем, у него там будет шеста. Решил прикупить себе еще два шатка. У него есть вот еще, да, тысяча лошадиных сил Феррари шумахеровская, чемпионская. Вот. И он действительно это человек, который очень заинтересован, любит автоспорт и сам гоняется на Формуле-1, на исторической. Сумасательно. Мы с ним уже обсуждали это. И дай бог, чтобы у него хватило желания и сил. Вот как раз у него есть это желание и мысль, что где-нибудь в Ростове-на-Дону либо там в том регионе пытаться начать строить автодром Формула-1 уровня. Вот. Вот таким людям я верю. А все заявления, которые делались вокруг да около, которые там в Домодедово, в Волоколамске, все это, ну, я думаю, что люди, кто готов был инвестировать, они просто не представляли. А те люди, кто их убеждал, что этим надо заняться, это может быть прибыльным, ну, просто шарлатан. Люди не из автотусовки. Хорошо, ну, давай закончим с этой невеселой темы, просто вопрос должен был прозвучать, это наболевшая история, много болельщиков, есть возможность смотреть сейчас самые разные гонки, есть множество пилотов, которые вслед за тобой едут в Европе, на мире, в других странах, даже есть теперь российский пилот в американской серии первой, да, то есть есть гонщики, есть зрители, все есть, нет только вот этого вида спорта, который проходил бы рядом у нас, чтобы ты мог выходные выходить семьей, прийти на стадион, посмотреть, вот так парать, посмотреть, потом купить себе майку, модельку, и дома всю неделю вспоминать и ждать следующей гонки. Что происходит с нашими пилотами за границей? Твой проект, база в Германии для российских гонщиков, я так понимаю, эта история... База существует, да. Что это за история, почему, вот какова ситуация, почему сегодня нельзя свою же машину, которую ты купил, боевую в Европе, привезти в Россию, здесь ее там, пройти на какие-то тесты, где-то с ней повозиться, привезти потом обратно и выступать на ней, почему проще ее оставлять там? Ну, я не совсем понимаю, то есть, но, то есть для автомобилей для выступлений в Европе, они, безусловно, их выгоднее держать в Европе, соответственно, там. Автомобили, которые для российского чемпионата, которые вот здесь между клумб проходят, конечно, проще купить там какое-то не совсем новое транспортное средство, привезти сюда, и здесь там умельцами российскими за небольшие средства привезти его в порядок. Возить в Европу, снова туда-сюда его там настраивать, чтобы выступать в России, смысла нет. Смысла нет. То, что в России мы имеем, гонки, как они проходят, это автомобили не требуют ни настроек по трассу, и пилоты не требуют мастерства прохождения этих трасс, потому что зачастую все трассы с чистого листа разложили по крышке, то так, то сяк, и поехали между ними гоняться. Там нет ни траекторий, там нет ни зон торможения, ни зон, я не знаю, безопасности, всего нету, и особого мастерства для этого не надо. В чем история вот этой базы? База европейская, это просто большая площадь, большой гараж в хорошем европейском цивилизованном месте. Почему это потребовалось? Ведь раньше привлекали, уже приходили люди в готовые команды. Это дорого, и вот проблема общения. Почему нужны наши люди там? Ну, все европейцы, все европейские команды, они существуют за счет обслуживания клиентов. Поскольку очень сильно развит автоспорт в Европе, очень много, практически в каждом крупном населенном пункте, практически в каждой деревне есть того или иного вида автомобильного спорта, команда. Либо это там кроссмены, либо кольцевики, либо там формулисты. И спонсоров на всех не хватает. Реально, как бы, людей, кто заинтересован, чтобы своего местного поддержать, там их нет. Вот там борются за поддержку Редбула, борются за, там, какой там, за того же, ну, крупного мирового производителя, который поддерживает, ну, основу для своей рекламы, выбрал автомобильный спорт. Но на всех этих спонсоров не хватает, и поэтому команды заинтересованы в поиске, ну, лохов, чайников. Из России этих чайников очень много приезжает, и начинают те же немцы, а французы вообще мастера, самые большие мастера в этом деле, раскручивать на деньги. И, как правило, начинаются разговоры с тобой, как с гонщиком. Мы видим в тебе большую звезду, у тебя большое будущее в Формуле-1, вот ты должен, и только мы знаем путь, мы знаем менеджеров, и только вот, если с нами будешь работать, никакие контракты не подписываются, все на словах, дальше начинается перекачка денег, плати за это, плати за это, перечисляй за это, за это, за это, потом выходят, мимо тебя выходят на твоих спонсоров, начинают с ними работать, тебя уже отодвигают, и дальше получается, что европейская команда оказывается при поддержке российского какого-нибудь бренда, вот, и торжественно выступает, то есть оказываешься, в ситуацию тебя кинули просто, вот, либо узнаешь, что какие-то немыслимые счета за твои выступления выставляются твоим спонсором, спонсоры тебя спрашивают, что это за история, ты знать не знаешь, не представляешь, вот, какие-то липовые аварии, еще что-то, и, конечно, ну, то есть я своим опытом пришел к тому, что надо самому все делать, в итоге, всю структуру вокруг себя сформировать, и, собственно, ну, и также помогать русским, даже в форме консалтинга, чтобы не попасть в просаг. А сколько еще российских команд, ну, примерно количество, которые пошли твоим путем и сейчас имеют уже свои какие-то базы в Европе? Я знаю, что вот, это арт, арт-лайн-энжиниринг на формуле, кто выступает, кто выиграли, обогнали Лукойл в прошлом году, стали чемпионами. Они в этом году уехали тоже в Германию, и там где-то 400 километров от нас, где-то в районе Кёльна, тоже арендовали какое-то помещение и будут выступать, как российская команда в чемпионате Германии. По-моему, неплохо уже выступают, там и Шайтар, видите, ездит, и Симонов, по-моему. Вот, все уже поняли, что наш путь наиболее правильный. Вот реально намного сокращаются расходы, а результаты намного выше, нежели вот как Олег Кисельман арендовать команду и жаловаться на то, что неправильно настроили машину. Это истории, когда ты с деньгами приходишь в Европу, они не дольше одного года, через год ты понимаешь, что тебя обманули, а деньги уже потрачены. Понятно, понятно. Если вообще говорить, мы обещали затронуть тему российских пилотов вообще в Европе в целом, кого ты видишь сегодня, даже предлагаю отойти от кольца, а вот сегодня из наиболее перспективных россиян, которые едут где-то в различных чемпионатах. Вот у меня сразу на уме, наверное, у всех на слуху, на уме Евгений Новиков. Женка, да. Да, зимой был в этой студии 18 лет человеку. Я, честно говоря, позавидовала. Я немножко старше, но мне даже не снилось достичь таких вот результатов, потому что о нем сейчас везде говорят, как в таком самородке. Хотя вложено много работы. Мы с Женькой... Ну, то есть, когда мы с его папой, когда папа его увлекся автоспортом, были хорошими друзьями. Ну, и до сих пор остаемся. И Женя, собственно, рос при мне. Они ездили, болели за нас, когда мы с Фоменко были Юкосом, выступали в Феджи-Ти. Они прилетали в Чехию, по разным автодромам ездили, смотрели, потому что папа понимал, что для сына надо делать гоночную, как бы, судьбу. И маленькому Жене, когда он выступал в Карт-Кроссе, гонки очень нравились, и он там уже побеждал. Их как раз было такое поколение пяти детей, пяти-шести детей. Садридинов, Маркин. Которые все сейчас на слуху. Которые, да, в разных частях. Но Женя наиболее... Ну, конечно, благодаря большой поддержке папы, конечно, папа действительно способен финансово обеспечить будущее сына. Вот. И Женя с детства шел, как бы, становиться чемпионом. Был период, когда он решал формулу... Картинг, да, формула. Формула либо ралли. Либо ралли. Я рекомендовал им картинг. Они прошли через картинг, стали чемпионами страны по картингу. И дальше выбрали для себя ралли. Вот. Женька действительно талантливый, действительно быстрый. Если он впишется в европейскую жизнь, у него есть черта, не очень, как бы, хорошая для Европы. Он прямолинейный и жесткий. Как человек. Да, он не может прогнуться. И папа его, и Максим. Вот. В Европе надо... Все, кто становится звездами высочайшего уровня, это люди, которые никогда не показывают своих слез и никогда не показывают своей улыбки. Это люди, которые, ну, настолько хитрые внутри себя находятся, что тихо, спокойно идут к своей цели, не афишируя свои трудности и еще что-то. Женька прямолинейного. Для победы как раз это важное качество. В любом деле, да? Идти вперед до конца. Да, да. Сломал с машины. Завтра надо ехать за ночь. Все чинят. Вот ваша история. У Жени, вот, из-за своей горячности он часто попадает в аварии. Когда в руках у него очень быстрые автомобили, когда действительно ему остается один шаг до победы, даже в ВРС, там, до попадания в пятерку. Он пока, он еще не научился быть европейцем. Он как русский, шашки на голову и все в атаку. Он не может себя успокоить, не может себя заставить на какую-то минуту работать на результат спокойно, тихо. Ну, может быть, еще возраст, 18 лет. Еще пару лет он наберется профессионализма европейского вот этого и будет звездой. На мой взгляд, Виталик Петров очень-очень талантливый. Вот в нем есть эта черта скрытность, неоткрытость. И он побеждает именно, добивается своих результатов благодаря вот именно своему характеру. Сейчас уже подиумы. Но вот твое мнение, все-таки GP2, Формула-1 очень близки. Одни и те же автодромы, те же уикенды. Но вот этот вот шаг, переход, что должно произойти, чтобы Петров, даже одержав уже победы в GP, может быть, выиграть сезон. И, по-моему, в основном GP он не выигрывал пока. Подиумы были. На отдельных этапах. Он был в азиатском, по-моему. Да, на отдельных этапах были. Что должно произойти с ним? С ним ничего. Он пилот уровня Формулы-1. Уже? Да. То есть первые там, первые 10 пилотов, которые выступают в GP2, кто показывает стабильные результаты в десятке в GP2, это любой из них может ткни пальцем, он будет шумахером. Создай вокруг него, как бы дай ему вот эти козыри, которые были в свое время у Михаэля. Звезды прошлых лет Формулы-1, выступая в GP2 нынешнем, они многие находятся сзади Петрова. Там ставленники Тойоты, Кабояши, пилоты из заводских программ, поддержки с малых лет, они с Виталиком борются, и зачастую он их объезжает. Должна сложиться политическая ситуация, либо звонок президента. Звонок другу, да. И, блин, дорогие друзья, пора. Но везучесть, я думаю, что у Виталика везучесть есть, по результатам его, которые неожиданно, его неожиданные победы, это принципы, конечно, это везучесть. Я думаю, и в этом факторе, как попадание в Формуле-1, фактор везучести сыграет его пользу, что-то сложится так, что там или Рено, или кто-то уж очень будет заинтересован в российском рынке и в российском пилоте. Да, это бог и наверняка, тем более уже там есть и контакты у них с АвтоВАЗом, и, в общем-то, Рено хорошо у нас представлено, может быть, кто-то еще. Давайте, значит, ралли, Формула-1, давайте посмотрим на такую историю вот с вами, дорогие телезрители, как ралли-рейды и Дакар. У тебя есть большой опыт участия в... Два раза я участвовал в Дакаре. Это было один раз как пилот, второй раз как пилот... С Шмакова Сереге помогал, да. Ну, все должны понимать, да, что пилот боевой технический профессиональный гонщик – это, собственно, играющий тренер, да? Это человек, который в нужный момент... Ну, я был как бы тренер, инженер и как бы технический. Ну, человек, который решал, помогал срочно решить пилоту проблемы с машиной, скажем. В Дакаре очень сложно, если что-то ломается, принять профессиональное решение. Ну, я помогал вовремя принять. Ну, это нормальная ситуация. Даже мы берем наших чемпионов КамАЗа, у них всегда идет еще одна боевая техничка, которая способна, если надо, выигрывать, побеждать. Она во всеоружии. Здесь, в этом году, наши выстрелы, да, экипаж Новицкого, BMW. Леня, да. Да, это просто прорыв. Вот на фоне всех Дакаров прошлых лет, наверное, все-таки это прорыв. Я считаю, все-таки, первый прорыв был – это Шмаков. Шмаков. Он был стабильно на автомобиле баги американского производства. Он был в стане лидеров. На отдельных этапах он был там третьим, четвертым. Реально, он был намного выше, чем Леня теперь. Ну да, опять же, у него был уже в кармане Кубок Мира. У него и Кубок Мира, да. Ну, у Гадасина тоже Кубок Мира в кармане. Да, да. Вот. У нашей, как бы, в этой дисциплине вообще все шикарно. При том, что все пилоты – это обеспеченные люди и сами за себя, за свои выступления платят. Вот, поэтому в этой дисциплине мы больше себе трофеев России найдет, нежели во всем другом. У Лени в этом году, на мой взгляд, очень хорошая ситуация сложилась, что Митсубиси создала новую машину, которая не поехала, плюс новая территория, которая африканская, американская, которая… Ну, многих участников там. В общем, ситуация, что БМВ, в котором практически… Ну, полузаводская команда, в которой Лене дали место второго пилота. То есть, когда-то это место русским было недостижимым никогда. Даже не снилось. Да. Вот. Конечно, в этих условиях Леня оправдал оказанное ему доверие и оправдал затраченные самим собой деньги на все это удовольствие. Вот. Ну, и до этого у него было четыре Дакара. Три Дакара. Вот. И на многих из них он ехал неудачно. У него были проблемы. Он пережил эти трудности, и, собственно, теперь судьба дала ему… Себе ты больше не ездишь в эту историю в Дакар? Сказать, для пенсионеров все-таки? Нет. Для тех, кто закончил скайпшон? Для меня… Я Дакар мечтаю ехать и буду ездить наверняка. У меня мечта проехать за рулем КамАЗа. То есть, дай бог, либо найти спонсоров, чтобы… А общение какое-то происходит? Ну, с ребятами, с КамАЗовскими я общаюсь, дружим так. И Фердаус Кабиров ехал со мной зимой в «Гонки звезд». Ну, не со мной, в другом экипаже. Вот. С другим пилотом. Ну, как бы мы были вместе, общались все время там. Вот. Там с Беляевым очень хорошее отношение. Ну, и с Семеном Семеновичем общаемся. Вот. Ну, дай бог, чтобы сложилась ситуация, что им понадобился гонщик, и, конечно, я бы с радостью поехал. Вот. А в «Дакар» мечта, да. И это гонки не для взрослых людей, это гонки для всех, для и молодых, и юных даже. И тот же Женя Новиков поехал бы в «Дакар», и он бы столько для себя мастерства набрал бы в тех условиях. Потому что там много факторов, которые на тебя влияют. И выносливость, и техника, и твое умение не ломать технику, и твое умение дорогу чувствовать. И очень много факторов. И там работа с командой, самое важное, что насколько ты комфортен внутри коллектива, что тебе все делают, и тебя спасают. Ночью там тебе чинят, и ты утром выходишь на новую машину. Очень много факторов, которые именно влияют на твою гоночную ауру вокруг тебя. Поэтому «Дакар» даже картингистом. Даже картингистом. И хорошо, что он зимой проходит, когда мало гонок. Единственное, в России трек для россиян своя российская забава. А для мирового автоспорта в то время нету гонок, и все, конечно, туда едут. Понятно. Ну, о треке поговорим чуть позже. Еще важный вопрос. У нас осталось буквально 10 минут. Это, конечно же, Лиман. Недавно прошла гонка. Ты несколько раз принимал участие. В этом году у тебя не было в Римане. А почему? Опять же, ты уже для себя закрыл эту тему? Нет, я поеду обязательно. Я надеялся ехать, но потом, в начале года, когда возникли, собственно, финансовый кризис у всех, и поскольку меня поддерживает Инвестбанк, мы определили, что, наверное, на этот год мы выберем для себя проект «Феррари Челлендж» как основным для поддержки российского спорта российскими финансами. Лиман я решил отдохнуть. То есть, поскольку это середина июня, у меня двое детей, и надо лето после школы с детьми побыть дома. В общем, я очень удачно этот месяц провел в семье и пропустил этот Лиман абсолютно не жалею. Даже не смотрел? Даже не смотрел, и вот приехал в Москву, открыл интернет, посмотрел, кто победил. Ну и, собственно, твое мнение, «Пежо» у вас спустя столько лет... Да, собственно. Это закономерно? Это закономерно. Или все-таки в чем-то «Ауди» ошиблись с новой машиной? Закономерность. Ну и «Ауди» доведет свой автомобиль. «Пежо» два года впустую. По разным проблемам, глупым. Они были самыми быстрыми в квалификации, но в гонке какие-то дефекты, и машина сходила. Они перетерпели это два года, сохранили бюджет, не тратили деньги направо-налево, экономили, добились своей победы. Это закономерно. И, собственно, эта победа «Пежо», она теперь сыграет очень сильно «Ауди» на руку, что всей команде «Ауди», что теперь еще больше усилится финансирование команды, снова пилоты будут увеличиться, как бы костяк опытных пилотов. Может быть, они их пропустили? Может быть, они их пропустили? Такие победы полезны и одной команде, и другой. Мне интересно было, как выступит Астон Мартин на прототипах вместе с чехами. И там мой партнер и Тома Шенги, и Питер Кокс ехали. Они, по-моему, четвертые на финише. Это очень хороший результат. И две машины доехали до финиша. Тоже очень здорово. То есть, в принципе, в стан лидеров «Лимана» теперь вмешался еще один прототип «Астон Мартин». То есть, в будущем может побороться вообще за подием? Да, однозначно. То есть, раз уже «Астон Мартин» вошел и серьезной командой, значит, уже будут однозначно только на подием. Это заводская команда, которая без программы «Победы», они бюджеты завода не выделяют. Поэтому будет все хорошо. Дай бог, чтобы категория GT развилась. Вот в этом году GT1 совсем пустая. «Корветт» один заводской. Собственно, они и выиграли. Вот. «Люк Альфан» команда вторые, третьи, по-моему. Ну, неважно. Собственно, там из пяти машин три дня. Ну, между собой что-то разыграли. Да. Вот дай бог, чтобы GT1 развивалась категория. Ну, а в GT2 «Феррари» на голову впереди всех. Все «Феррари» первое, второе, третье место. Вот. Не заводские команды, но с пилотами, которые являются тест-пилотами «Феррари». Вот. Заводских вот этих серийных машин, которые с конвейера сходят для нас. Ну, и совсем под задость предлагаю вернуться немножечко с мировых арен в нашу деревню. Зимой, несмотря на все вышеперечисленные проблемы российского автоспорта, ты год из года, как и множество российских пилотов из разных дисциплин, все-таки гоняешь трек. Такую традиционную русскую забаву. Это, наверное, уже традиция, да, больше. Расскажи, пожалуйста, вот этот трек. Чем понравился, чем не понравился. Мы знаем, что были скандалы, но зрелище было безумное. Все смотрели, все, как бы, очень следили за нашими пилотами, потому что россияне, наша машина, наши пилоты, наша зима, наша подробность. Очень хорошая погода была, все было здорово. Трибуны полные. Вот бы что развивать. Все есть. Почему бы... Я уже лет 10 выступаю в треке и с самого начала говорю, что это наш российский Носкар должен быть. То есть вот наша зимняя история. Создать вот идею Носкара надо вокруг этого, чтобы 3-4, как бы, человека рулили всем процессом, как это происходит там, и привлекая спонсоров, делили их между спортсменами. Но надо создать шоу. А, к сожалению, ни федерация, ни организаторы этого не понимают, что это должно быть шоу. Они делают из этого сугубо спортивное мероприятие. Сегодня мы стартуем, в 3 часа финишируем, раздача призов, разъехались по домам. А что надо создавать праздник для зрителей, и все остальное, они максимум с этим борются. Потому что зрители есть, их не нужно затягивать, там столько народу. А весь праздник происходит благодаря нам, спортсменам, что мы находим своих, находим спонсоров. В конце концов, тратим собственные деньги за лето заработанные в автоспорте, тратим их в зиму, потому что хочется нам гоняться на этом льду. Так весело, так интересно. Вот. Как правило, как бы, все команды там, ну, все участники, 20 человек, то люди за собственные деньги, подготовившие машины. Мы вокруг себя устраиваем эту возню, этот праздник автоспорта, а нас еще после финиша дисквалифицируют, наказывают и максимум делают того, чтобы показать, что мы какие-то нарушающие законы люди и непорядочные спортсмены. Хотя все готовится по правилам, по бумагам, только, к сожалению, в федерации эти бумаги, они читают их не теми словами, как они написаны. Вот, ну, в общем... Ну, все-таки будущее у трека. Вот, может быть, кто-то вложится, да, сделает из этого такое зрелище, вот, как ты говоришь, по правилам. Потому что взять отдельные там республики, тот же Татарстан, там люди с ума сходят. Это культ автоспорта. И трек, там сейчас еще ралли-кросс у них, по-моему, да, автокросс в свое время был. Это фактически пропрезидентский вид спорта. Там люди сходят с ума, там не нужно из этого делать шоу. Это так, шоу люди приезжают, участвуют. В Москве больше зрителей, в Москве... В Раменском, да? В Раменском, и на центральном ипподроме, на Беговой было, и в Тушино. Реально намного больше зрителей, чем в Татарстане. Но в Татарстане очень много участников, потому что, ну, у них в республике это один из способов приблизить себя к власти. Потому что и сыновья Шаймиева оба, заслуженные мастера спорта, и автогонщики известные в стране. И тем самым, как бы, маленькие там поселки, маленькая региональная власть находят в своей деревне спортсмена, которому надо помочь, и растят своего автогонщика. Это только позитив. Ведь у нас сейчас, если брать нашу большую власть, это же нужно либо в теннис, либо борьбой сейчас увлечься. Горные лыжи на ходу и конец, да? Да. Я, кстати, не знаю, чем Дмитрий Анатольевич Медведев увлекается, но вот, то есть, все это хорошо. По-моему, плавание. По-моему, плавает полтора километра каждый день. Это сложно. Это беда, потому что плавание это нужно, по-моему, совсем с детства. Да. Ну и вокруг него в бассейне слишком много будет народу, если... Охраны, да. Понятно. И, ну, в общем, автоспорт, конечно, все основывается на точке зрения шоу. Помните, гонки на выживание были очень популярны. Замечательные вещи. Я там и выигрывал, и гонялся. Вот. Там была ситуация, что приходили спонсоры и говорили, Алексей, можно мы на тебе наклеим рекламу? Сколько тебе нужно денег? Механиков спрашивал. Ребята, зарплату повышать? Будем? Будем, Леша. И клеим себе нового спонсора. Клеим себе радиостанцию. Все остальное. Потому что организатор создал из этого шоу изначально. Прямые трансляции по телевидению, раскрутка людей как звезд. Этот борется с этим. А сможет ли Васильев обогнать в этой гонке там Гарика Кузнецова или нет? Анонсы. Все это развивало интерес. И, конечно, спонсоры шли. Сейчас, к сожалению, гонки выживания пока не лучше времена переживают. Но люди, кто болеет, до сих пор гоняются. Вот твои бывшие соперники. Мы периодически показываем. Зимний чемпионат показывает. Происходит в Москве, в регионах. Но, к сожалению, не очень красивый стал. Калуга, Рязань. Машина не очень красиво выглядит. Не похожа на настоящие. Когда я выступал, было запрещено изменять форму автомобиля. И люди видели, что машина взлетает, вырезается и сминается. Это все-таки зрители привлекают. Да, да, да. Ну что ж, у нас наше время в эфире подошло к концу. Я понимаю, что в гостях был Алексей Васильев. Гонщик, пилот, менеджер, организатор с такой технической базой в Германии. Человек, который, в общем-то, прошел наш автоспорт и продолжает идти дальше с самых низов. И до конца хочется пожелать тебе удачи в этом сезоне. Ferrari Challenge. Спасибо. Большая история для тебя, для страны в целом. Может быть, когда-то все-таки будут трассы, и придет эта дисциплина, а за ней другие к нам. Конечно же, здорово, что представляешь страну вместе с Ильей Буренковым, представляете Россию на этих соревнованиях. Потому что, естественно, все знают, кто сидит за рулем этих автомобилей. Спасибо. Ну и в треке, в остальных твоих планах, КамАЗ. Было бы очень замечательно видеть тебя на Дакаре за рулем КамАЗа. Я думаю, отличная была бы история. Удачи, спасибо. Ждем снова, как только будет у тебя окошечко в своем графике. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. До свидания. Увидимся на телеканале Автоплюс. Увидимся на телеканале Автоплюс.